Взмах палочки и зазвучал оркестр. Главный дирижер Чувашского государственного театра оперы и балета Ольга Нестерова отмечает юбилей творческой деятельности. Об искусстве и управлении музыкой в нашем следующем материале. Это музыкальный отрывок из второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром. Именно это произведение прозвучит на творческом вечере Ольги Нестеровой. Правда, исполнять его самостоятельно Ольга Ситнировна не будет. Ее роль – руководить симфоническим оркестром. Это невероятно интересная работа, потому что наш оркестр очень талантливый. В нашем оркестре работают блестящие музыканты с великолепной техникой, с великолепным мастерством и с большой душой. За годы работы в театре она примерила на себя разные роли. Концертмейстер, дирижер, художественный руководитель и, наконец, главный дирижер. Официально – три десятка лет. Хотя ее отношение с искусством гораздо старше. Ее первое образование – пианистка. Любовь к музыке у меня, наверное, проявлялась с первых дней моего рождения. В искусство, наверное, привела меня мама. Это генетически мама. У меня была прекрасной артисткой кукольного театра. В нашем городе Чавевская ансамбля песни и танца. У нее прекрасный, великолепный голос. У нее прекрасный талант артиста. Оперы «Нарспей», «Шевармань», балеты «Спящая красавица» и «Боядерка». Все эти блестящие произведения родились под взмах дирижерской палочки Ольги Ситнировны. У нее особый талант. Не просто управлять инструментами, а чувствовать струны души каждого, играющего в оркестре. Татьяна Леонтьева, Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин. Республика.